Привет, ребяточки! Сегодня смотрим работы моих учеников. Посмотрим, чему они там научились за 3-4 месяца плодотворной работы. Вот, работы я еще не смотрел. Поехали, запись есть и погнали! Давайте посмотрим немножечко процесса для начала. Что там у нас Дима насоздавал эдакого. Так, уже понятно, что Дима подошел серьезно. И это ключевая задача, на самом деле, роста в карьере звукорежиссера, саунд-дизайнера, композитора. Когда есть четкое понимание, что мы можем сделать своими силами, как мы можем своим видением, наслушанностью раскрыть тот или иной визуал. И это очень важно, работать с живым звуком, потому что таким образом ты понимаешь, что все зависит от тебя, а не то, когда ты работаешь с готовым звуком. С Димой мы, кстати, познакомились на VDMK. Это форум, посвященный видео. На нем мы очень тепло пообщались, познакомились, нашли множество точек соприкосновения. Он тоже, как вы уже поняли, развивается в музыке. Ну и давайте посмотрим, что у нас здесь по работе. Трейлер к игре, ага. Сразу же замечание и скрипочку. Конечно, погружение должно быть, наверное, все-таки более мягкое. Когда мы только-только интригуем, пытаемся приковать к взгляд наш, к любому появляющемуся визуалу. В данном случае это герой. Не знаю, не играл в эту игру. Плюс у нас появляется живой звук. И, конечно же, хочется немножечко, ну, с точки зрения психоакустики, плавнее погружаться в картинку и стараться додумывать ее самому. А что здесь происходит, да? В какой локации находимся? Это очень важная черта, на мой взгляд, умение грамотно манипулировать звуком зрителям, да? Не забывайте, ребятушки, что звук с точки зрения физиологии воспринимается быстрее нашим мозгом, чем визуальная картинка. И когда мы уже создаем настроение за счет подобной даже ноты, да, мы еще, грубо говоря, ну, то есть еще никуда не погрузили, но уже, забегая вперед, создаем это настроение. А начало любого видео, на мой взгляд, всегда выгоднее, выигрышнее работает, когда есть плавное погружение, когда есть вот эта мягкость и, скажем так, интрига. То есть мне бы было приятнее послушать и познакомиться с главным героем, то есть его какой-то скрип, его вдох, я слышу, да? Но он здесь читается не очень, за счет вот этой съедающей ноты, я даже погромче сделаю еще, за счет... Чик-чик-чик, потерял меня, я тут, я тут. Съедающая вот эта нота, остальной, соответственно, звук. Ну, поехали дальше, посмотрим, что там. Ну, тут по музыке есть вопросы, конечно. Очень, с точки зрения связки, да, симбиоза с видеорядом, хэд очень тянет на себя внимание. Очень много фаули здесь, они спрятаны, да? А смотрите, тут четко нужно понимать, что за работа это, да? То есть что за проект? Это, я так понимаю, либо трейлер к игре, либо какая-то вообще даже серия отдельная, то есть коротенькая, да? Вырезанная из геймплея, может быть, кат-сцена, не знаю. От этого сразу становится понятно, на что у нас идет акцент рабочий, да? То есть что у нас приоритетно с точки зрения музыкального, звукового или же, да, оформления. Возможно, здесь закадровый даже какой-то был. И в таком контексте нужно всегда мыслить, когда мы работаем над результатом, да, к проекту. С точки зрения эмоционального составляющего, то есть погружения, здесь есть работа четко, она прослеживается. То есть Дима очень грамотно оценивает происходящее, старается мелодические контрапункты какие-то делать, да? То есть подчеркивает эмоционально происходящее. Слишком близко звук. Вот странно тоже, есть звук тролля, да, который достаточно близко в пространстве звучит. А нету, не чувствуется этого пространства и не слышно вот этого пердуна. Переходики все-таки какие-то, возможно, можно лучше, да, сделать между сценой. Я так понял, это презентационная штука такая, игры. И в принципе, если как продавать, ну вот ее, да, то есть можно все что угодно на любой видео. Музыкальный ряд это все... Немножечко не хватает. Вот эти переходики погружения, да, то есть джейкатом, да, то есть из-за кадра, то есть у нас здесь есть огонь. И можно здесь это сделать. Этот переход как переходящий звук в фаербол. А он такой, ну типа сабовый просто пролетел и не услышал я именно характера огня. И нет ощущения вот этой локации, очень хочется ее послушать, где-то там что-то горит, то есть, ну какой-то гул, там еще что-то. Где-то уже он там кричит этот тролль или что-то. То есть нет ощущения погружения за счет закадра. Есть ассоциативная визуальная, да, составляющая озвученная за саунд-дизайнер, и она работает, но она не работает с точки зрения связки, когда у нас четко есть понимание, есть музыка, есть саунд. Какая здесь ошибка ключевая? Ключевая ошибка с точки зрения законченности, да, ну вот, финализации вот этого проекта, динамический микс. Динамический микс стоит доработать в этой работе, в этом проекте каким образом? То есть у нас есть музыка, которая лидирующая, она в принципе постоянно старается, даже не старается, но может быть неумышленно, Дима, за счет своего музыкального прошлого. И это понятное восприятие, когда мы долго пишем музыку, долго находимся в определенном амплуа, нам очень тяжело выходить из этих рамок. Нам тяжело слышать то, что мы раньше не слушали, грубо говоря. И здесь музыка играет всегда первостепенную роль, хотя четко есть ощущение и понимание, что она должна местами где-то продавливаться. И должен вот этот динамический микс, динамический в плане лидирующего звука, лидирующего даже музыки, конечно же, это должно чувствоваться. То есть мы должны погружаться в картину под разными углами. А мы слушаем сейчас клип, получается, вот. То есть у нас музыкальный клип под видеоряд и не мешающий саунд-дизайн. Это один из видов работы, ребята. То есть это, я не говорю, что это правильно или неправильно. Это должно быть, вами оцениваться, как анализ, который может помочь в работе над совершенно разными проектами, над разными задачами. То есть у нас всегда, если взять все-таки какой-то кинопроект, да, ну, визуальную составляющую, есть вот этот симбиоз, микс, симбиоз звуков, симбиоз различных историй, которые мы видим, да, и которые на нас оказывают меньше или большее влияние, да. И за счет звука как раз-таки мы можем усиливать либо уменьшать эти моменты, да. И для нас это хорошо, когда, о, мы слышим классно музыку, ой, как вкусно, ой, как интересно. Но для зрителя-обывателя ему неинтересна эта музыка, допустим, да. Ему интересно увидеть визуально, что там, кто там ползет, а кому там плохо, какая там эмоция, да. То есть и вот таким образом нужно мыслить. И это очень важно. Вот как здесь, да, то есть здесь ты четко прочувствовал, что, ага, можно сделать акцент на выстрел, на яму. Он четко прослушался, он кайфово звучит, вкусненько, классненько. И дальше ты усиливаешь еще больше. Я слышу, что в музыке идет больший драйв. Ну, помимо того, что это тяжелый момент, но я слышу и по балансу, то есть ты его усилил. Музыка в разы громче. Ну, грубо говоря, то, о чем я говорю, да, как раз в вот этом миксе, но с учетом предыдущего, того, что я смотрел, это не так работает. Здесь получше работает. Хорошая работа, хорошая. Чувствуется, вот реально чувствуется огромная проделанная работа. И это нельзя скрывать. Прям вопрос, что все-таки вот с точки зрения коммерческого восприятия вот этого, да, я называю это таковым, когда мы начинаем уже работать с тонкой материи восприятия над зрителем, да, вот, слушателем, как угодно называть. Ну, чаще всего, конечно, смотреть приходит, да. Мы всегда на втором плане, к сожалению, хотя значимость и важность звука все больше и больше с каждым днем увеличивается. Поэтому мой совет присмотреться к миксу, динамическому миксу в области определенных слоев. Я над этим сейчас очень сильно работаю, топлю за это, потому что сам имею такие огрехи, скажем так, когда мыслю больше со своего восприятия, да, что мне нравится. Это правильно, это хорошо, но нужно не забывать про все-таки простого зрителя, на которого очень важно оказывать нужное влияние, да, то есть следовать истории, скажем так, да, повествования. И если мы слышим, видим в главной, в начале главного героя, который еще и как-то дальше взаимодействует с чем-то, конечно, хочется послушать, как он звучит, как он дышит и что у него там за медведь, какой тембр у этого медведя, потому что от этого рева будет зависеть, насколько он вообще окажет влияние, то есть или просто он мог бы не рычать, то есть следовательно, визуализация не работает здесь, да, правильно я понимаю. А если мы это звуком подчеркнем, выделим, да, и где-то продаем музыку, где-то аранжировку саму так напишем, да, и сведем сам микс музыкальный, то это будет сильнее работать, вот, присмотрись, задумайся, поехали дальше.